Богослужение отражает в себе историю Церкви. Суточный круг церковных богослужений. Богослужение началось на земле со времени сотворения Богом первых людей – Адама и Евы. Их богослужением в раю было свободное, радостное прославление Бога, Его премудрости и всемогущества, и выражалось оно исполнением благой воли Божией. После грехопадения людей и изгнания их из рая, свою молитву к Богу о прощении и спасении от греха, они стали соединять с жертвоприношением. Господь принимал эту молитву ради той великой жертвы, которую впоследствии принес за грех всего мира, пришедший на землю Сын Божий, Христос Спаситель. С апостольских и раннехристианских времен в Церкви был установлен порядок православного богослужения. Служба Богу, состоящая из чтения и пения молитв, чтения Священного Писания и Священнодействий, совершалась священнослужителями по определенному чину, то есть порядку. Происходят церковные общественные богослужения в храме. Они ставят верующих в присутствие Божие, вводят в общение с Господом и напоминают нам о важнейших событиях священной истории, помогают понять истинное учение Христова. Через богослужения православные христиане входят в таинственное общение с живым Богом. Через участие в церковных таинствах, а особенно в таинстве Святого Причащения, они получают от Бога благодатные силы для праведной жизни. Каждый календарный день вспоминаются события священной истории и истории Церкви. И все церковные богослужения делятся на три круга – суточный, недельный и годовой. Богослужения суточного круга совершаются православной церковью на протяжении суток. Их девять – вечерня, повечеря, полуночница, утрення, первый час, третий час, шестой час, девятый час и божественная литургия. Пророк Моисей, описывая творение Богом мира, начинает день с вечера. И был вечер, и было утро, день один. Поэтому церковный день начинается с вечера – вечерний. Эта первая служба суточного богослужебного круга повествует нам об истории человечества в Ветхозаветное время. Она ясно показывает, что Ветхий Завет имеет свое спасительное завершение в Новом Завете. И мы благодарим Бога за тот день жизни, который Он нам дал. Вторая служба суточного богослужебного круга, повечеря, состоит из чтения ряда молитв, в которых мы просим у Господа Бога прощения наших грехов, и чтобы Он сохранил нас от козни и дьявола во время предстоящего сна. Сон напоминает нам о смерти. Поэтому на повечерии мы слышим о пробуждении от вечного сна, о воскресении из мертвых. Третья служба суточного круга – это полуночница. Она совершается в полночь, в воспоминании ночной молитвы Спасителя в Гефсиманском саду. Эта служба призывает верующих быть всегда готовыми ко дню страшного суда. Следующая служба суточного богослужебного круга – утрення. Она совершается перед восходом солнца. Утренний свет, приносящий бодрость, рождает чувство благодарности Богу, Подателю жизни. Мы благодарим Господа за прошедшую ночь и просим Его милости и благословения на наступающий день. Утренне прославляет пришествие в мир Спасителя, принесшего новую жизнь и новый завет людям. Следующей службой суточного круга является первый час. Первый час напоминает нам о суде над Иисусом Христом у первосвященников иудейских. В то время, когда вся природа просыпается для жизни, безбожные, беззаконные судьи отдают Подателя жизни на смерть. На третьем часе, соответствующем нашему девятому часу утра, Церковь вспоминает величайшее событие в своей истории – сошествие Святого Духа на апостолов. «В виде языков пламени Дух Святой сошел на апостолов, чтобы освящать и обновлять души людей, чтобы проповедовать учения Христова всем народам мира». Церковь вспоминает распятие Господа нашего Иисуса Христа на Голгофе. «Самую страшную казнь принял Господь нас ради человек и нашего ради спасения». На девятом часе, соответствующем нашему третьему часу пополудни, мы вспоминаем крестную смерть Спасителя. Свет померк, земля поколебалась, умер Сын Божий, чтобы своим воскресением спасти людей от власти греха и смерти. Самое же главное богослужение суточного круга – это Божественная Литургия. Перед нашим духовным взором проходит вся земная жизнь Спасителя, от Его рождения до Вознесения на небо. За Литургией совершается величайшее в мире таинство. Хлеб и вино по молитве Церкви становятся телом и кровью Господа Иисуса Христа. И мы, причащаясь святых даров, Божественного тела и крови Спасителя, входим в радость Господа Своего и благодарим Сына Божия за спасение человеческого рода от греха и смерти. Посещая Храм Божий и участвуя в церковных службах и таинствах, мы с верой, надеждой и любовью стремимся к единству со Христом, с Его жизнью, с Его Царством. Мы приникаем к чистому источнику воды живой, воды, текущей в жизнь вечную. Как дождь взращивает семя, так церковная служба укрепляет душу в добродетели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова